Но дело в том, что даже Соболь покраснел, попав на костюм к этим очаровательным созданиям, я веду речь о группе Виак. Долго я не верила, а он торопил, Мой сама уверенный герой засобил, Слово у боюки волкозами манил, Местящий, красивый, как сувенир. А когда внезапно полюбила я его, Так как не любила раньше ни одного, Сердце, что она привези, повсюду занил, Ему подарила, как сувенир. Подарила сердце на долгую память, Полетела в них, как синий листок, Отворила в них, когда не смогла я Сказать ему «Стоп! Стоп! Стоп!» Подарила сердце на долгую память, Полетела в них, как синий листок, Отворила сердце, когда не смогла я Сказать ему «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Стану я невидима, как радиополна, То, что предначето на мне не миновать, Сердце отдала ему, а следом за ним Тебя подарю я, как сувенир. Ну и все вместе еще раз! Подарила сердце на долгую память, Полетела в них, как синий листок, Отворила сердце, когда не смогла я Сказать ему «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Подарила перцу на долгую память, Полетела в них, как синий листок, Отворила перцу, когда не смогла я Сказать ему стоп, стоп, стоп! Ну а теперь проигрыш! Что, испугался? Страшно стало? Что, испугался? Страшно! Мы еще раз все вместе! Все вместе! Подарила перцу на долгую память, Полетела в них, как синий листок, Отворила перцу, когда не смогла я Сказать ему стоп, стоп, стоп! Подарила перцу на долгую память, Полетела в них, как синий листок, Отворила перцу, когда не смогла я Сказать ему стоп, стоп, стоп! Еще раз! Стоп, стоп, стоп! Последний раз! Стоп, стоп, стоп! Браво! Ну вы молодцы, конечно, не ожидали. Надя, ты тоже молодец. Браво! Какой глубина, а? Вот этот, пожалуйста. Друзья, на сцене группы Виагра. Вы, мами, догадаться? Девушки, радость наша от вашего посещения Не знает границ воистину. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравия желаю! Вы знаете, меня будут безумно ругать, на сцене, На сцене, за то, что сейчас произошло. На, на, на! Ой, и так тоже получилось. Главное, чтобы меня не... Главное, чтобы не шлепали только, понимаете? Дорогие друзья, короче говоря, Это группа Виагра. Девушки, я вас умоляю. Я вы... Надь, пожалуйста. Боже мой! Боже мой! У меня такое ощущение, что Рядом со мной Градусов 60, Такая тропическая атмосфера, абсолютно. Я... Моя спасательная палочка, Парочка-выручалочка, Это Ирена. Я умоляю, Ирена, помоги мне. Я твоя парочка-выручалочка, действительно. Иван мне рассказал, что у него Всегда возникали проблемы в общении с женщинами, Но что такие? Да еще на сцене! Это впервые в социальном шоу. Ты называешься проблемами? Это все сказывает, на самом деле, волнение Ивана. Я думаю, что он сейчас с ним справится, А девчонкам я еще задам, между прочим. А пока... Я вот с этой девушкой пообщаюсь. Как тебя зовут? Аня. Ань, как тебе понравилось выступление группы? Вообще супер! А как новые костюмы тебе? Откровенные. А главное, теплая зима все-таки, да? Да, у меня жарко. Надо было что-то подобное найти. Да нам всем надо так одеваться. Девушки, берите пример с группы Виагра. Все у вас будет хорошо в жизни, честное слово. А какой будем клип смотреть? Бейонси Шонпол. Который называется Бэби Бой. Это юмористическая группа Виагра. А я думал, ты про нас. Дорогие друзья, прямо сейчас мы пообщаемся с группой Виагра в неформальной остановке и зададим им вопросы. Такая повисла легкая пауза, такое напряжение некоторое в студии. Никакого подвоха. На самом деле, девушки, вы же прекрасно знаете эту процедуру. Мы задаем вопросы, которые нам присылают наши зрители. Я здесь, да, да, я все еще здесь. Докерпим до конца эфира. И вы отвечаете остроумно на эти вопросы и запоминаете, которым понравился больше всего. Ибо автор этого вопроса мы подарим подарки. Как в первый раз, да, слышите все это? Так с удивлением слушаете. Что? Что? Можно еще раз повторить? Нет, на самом деле, в этом что-то есть. Девушки, ну давайте, вот на разминку вопрос от Тени Толкая. Он спрашивает, как вы относитесь к пирсингу и татуировкам? Не было ли соблазна? Шоу! Что, прости? Нет, я прошу тебя до конца эфира. Давай дотянем. А сейчас вопрос про пирсинг и татуировки. Не было ли соблазна? Хорошо. Я же говорю. Не было ли у тебя соблазна, дорогая моя? Ой, а вы что, не видели еще моего соблазна? Куда же вы смотрели, да? Он у меня везде практически. Ну давай мы сейчас не будем показывать, давай мы просто заинтригуем и перечислим места. Надя, вот скажи, не соблазнял ли тебя парень по имени Пирсинг? Что? Он же пирс сброснул, его ласково всем пирсингом называют. Повторите еще раз, пожалуйста. Мне кажется, просто не хочет говорить. Оставлю, конечно, все это было. Девушки. Хорошо, подожди. Я сам по себе человек, понимаете. Делаю пирсинг, когда хочу и где хочу. Хорошо, где хочешь, вот давай становишься поподробнее. То есть ты можешь просто идти по улице, вдруг остановиться и сделать пирсинг? Не себе, конечно. То есть не я же сама себе. Так, а у вас? Так же вы? А у нас в квартире газ. Я же говорила, очень юмористическая группа сегодня у нас в гостях. Итак, продолжим. Кто здесь? Какая у вас была... Девушки, можно я интерпризу прерву вашу? Здравствуйте. Какая у вас была самая необузданная выходка сценическая? Сценическая. Вот она. Три пламени. Выходки три. Три выставки. Самая необузданная выходка, наверное, была у одной части тела, выходка, как раз в прямом переносном смысле. Мы выступали на одном шоу, после чего это шоу было известно, было продемонстрировано во всех газетах, во всех журналах, напечатали об этой выходке. То есть на самом деле, наверное, нас иногда подводит в нашей части тела. Выход в открытый корпус. Боже мой, почему это не случилось у нас в студии? Какая жалость. Мы изменили. Ваша выходка так погибла бы нам рейтинг. Ирена, это должна была быть моя реплика вообще-то. Ну, к сожалению. Ты сценарий-то читала? Господи, боже мой. Дорогие друзья, мы продолжаем рубку «Вопросы». У нас в гостях группа «Виагра». Грубиян спрашивает, девчонки, вы коллеги или еще и подруги? Помогаете ли вы друг другу в трудные минуты в личной жизни и все такое? О, да. Мы прокалываем друг другу пирсинги. Делаем. Это ведь трудная минута. А в личной жизни нам могут помочь только мужчины. К счастью. Грубиян, ты слышал? Это твой шанс, старик. Мне почему-то представилась Надя, которая насильно прокалывает пирсинг своим подругам, постоянно догоняет их в гримерку, а говорит, ну что, еще колечко, девочки? Вот так вот мне почему-то представилось, но я думаю, что это, конечно же, не так. Я совершенно о другом думал. Ну, не знаю. Давай так, давай посмотрим, что думают наши гости студии. Как тебя зовут? Меня зовут Катя. Катя, это твой настоящий имя или сценический псевдоним? Настоящая. Катя, будь добра, пожалуйста, задай какой-нибудь вопрос в группе «Виагра». Я хотела вас, девушки, спросить. Как бы всем известно, что вы на концертах выкладываетесь на сто процентов. А как вы отдыхаете после них и расслабляетесь на сто процентов? Если честно, мы спим после концертов. По возможности мы приезжаем в гостиницу, домой и просто спим. Вообще, так, так, Надежда. Надежда делает татуировки на досуге, да? Только с концерта и давай колоть. После концерта я, к счастью, не делала татуировки, конечно. Это все происходит на досуге. Вот когда нечего делать, ты уже делаешь... Конечно, мы делаем массаж. Сами себе. Другу массаж. Боже мой, вот раньше было популярно макраме, я знаю, вот удивить. Мы хотели бы сделать сенсационное заявление. Можно? Вперед. Ань, лучше, конечно, выходку сразу, но если... Ну, я думаю, что да, это прозвучит. Мы хотели бы объявить о том, что группе «Виагра» срочно необходим массажист. Поэтому мы сейчас... Это постоянное место работы. А вы заметили, как оживился канчер, дорогие друзья? Нет, скажите, вот, скажи, пожалуйста... Тем не менее, канчер нервно стал что-то делать с пластинками. И делали бы ничего не произошло. Вот на что мы любим нашего диджея. У меня третий разрез по массажу. А вот человек уже готов. Как мы его проверим? Уже, если вы меня только возьмете. Буду массажировать все, что угодно. Даже ваш домашний живот. Ну, мне кажется, надо наверняка придумать... Это все-таки не биржа труда, не доска обернений. Это рубрика «Вопросы». И мы должны удовлетворить не только потребности группы «Виагра», но и любопытство наших зрителей. Поэтому, Ирина, предлагай нам продолжить рубрику «Вопросы». Сейчас мы удовлетворим твое любопытство. Какой у тебя вопрос? Я хотел спросить у девушек. Вот они такие красивые. Вот как вам, не доедает мужское внимание там странно? Все такое. А как женщине вообще может надоедать мужское внимание? Это же глупость. Нет, ну и все равно в таком чрезмерном количестве происходит. Все мужское внимание должно быть в меру. Если оно чрезмерно, этого мужчину мы просто отсекаем от себя. Мы ему просто отсекаем по самый корень. И больше, в принципе, ему уже нечем проявлять свое внимание. Так что, Иван, будь осторожен, пожалуйста, со своими анекдотиками и шуточками. Нет, я-то как раз, наоборот, абсолютно спокойный. Это же заметно, что я спокойный. Девушки, Запорожец спрашивает. Сейчас, секундочку. Ходят слухи, что вы будете выступать на Евровидении 2004. Что скажете? Приготовили уже какие-нибудь сюрпризы для жюри? С какой песней будете выступать? Мы, возможно, покажем все-таки, даже если мы будем выступать на Евровидении, это пока что так же реально, как и следующее, то, что я скажу, мы наконец-то покажем, как же все-таки должны целоваться люди, которые любят друг друга. Дорогие друзья, я, не знаю, я сделаю все, чтобы вы попали... Ты знаешь, вот я не хотела задавать следующий вопрос, он мне казался неуместным, а вот теперь он действительно уместен уже. Сергей спрашивает, согласились бы вы выйти на одну сцену и спеть какую-нибудь песню с группой Тату? Ну, вам же Аня ясно сказала, что это так реально, как участие в Евровидении. Поэтому с Татумой никаких отношений. Нет, вы, конечно, может быть, согласились, но что вот меня лично не нравится, мне что, что все-таки очень много стало групп на нашей эстраде, которые делают... которые хотят показать то, что не умеют. То есть, если женщина целует другую женщину, она должна это делать не так. И, поверьте, она делает по-другому это. Поэтому, если она любит другую женщину или любит... В чем наше отличие? То, что мы действительно любим мужчин. И то, что мы жить не можем, потому что мы хотим мужчин. Ирина, ущипни меня. Я действительно слышал то, что сейчас она говорила. Слышал, слышал. И я слышала. И даже наш зритель, который к нам дозвонился, это тоже слышал. Алло.